Субтитры делал DimaTorzok Все равно закончим сегодня вебинар Так Инна Дубровина Всем привет Из Казани Так Михаил просто обозначился Она тоже другая, Михаил Значит, нашего полку прибыла Я рад каждому новичку Иван, всем здравия Мирного духа Из Черепаново Новосибирской области Вы еще там не замерзли, Иван? Данила, привет С Абаканом О, земляк Ой У вас в Абакане Гора Самохвал И деревня Почтение Два уникальных места Посадил абрикос Не подходи с экатором Растут, плодоносят Люди Несут продавать На рынке Абакан Ну, казалось бы, невозможно Оказывается, возможно А то вот Цианогорск Вот там Уникальный климат Гора Самохвал Подсинец Рядом с этим Энисеем Незамерзающим Что им еще надо? А сколько у нас таких плотин Гигантских? У нас миллионы Дачных участков Расположены Вдоль незамерзающих Рек Которые не замерзают Ни одного дня в году Почему там такого нет? А то вот У Железова Вот это самое У вас климат Я в Демногорске Это под Красноярском Те же, как наши Черевушки Такой же Хожу и спрашиваю Всех подряд Я же в Железов Хожу и говорю Сад есть, есть Минус сорок Было хоть раз Никогда Сад есть, есть Минус сорок Было никогда Сад есть, есть Минус сорок Было никогда Так что же вам надо-то? Персик сорок Выдерживает Ну пропустит урожай Ну не замерзает же Так Железов Юрий Всем здравствуй Здравствуй, брат Еще раз Себе днем рождения Вот Какая тебя поздно Господи Если потом Когда-нибудь Когда нас с тобой Не будет Нам 73 Это же Кто бы уже Сделал бы Какой-нибудь Коллективный памятник Мы стоим Прижавшись Пенами Друг к другу И отбиваемся От всей этой сволочи Которая учит Дерево убивать Все Слово Сволочи Не годится Отвырвалось Скажем Невежественных Жадных людей Которые Ради серебряников Учат Убивать деревья Жамалдино Всем здоровья Я злой Из-за того Что теряем человека Ну вот Долматов Это самое Валера Умнейший мужик Инженер Грамотнейший Ну так сложилось Жизнь Что Сейчас живет Хорошая Квартира Кто Дочка Латинкова Предоставила Дала Жить Вот Планы строили И вдруг Заболел Да еще Диагноз Не тот Вот И вот Что дальше Теперь Помочь человеку Хоть Я умнилюсь Помочь человеку Дожить Как-то Эту жизнь Так Что там дальше Так Налдинов Привет Сегодня Пробежался По Рассаженным Сеянцам По осени Двадцать Третьего Года Есть Подозрение Что Не хватит Мне Черенков Подвой Абрикос Здрасте А у меня Для чего Заказывайте Данила Все равно Это же Это Самый Абрикос Манжурский Все Настоящий Манжурский Только у меня Он правда Уже Не совсем Манжурский Но зато К нему Примутины Королевские И прочие Эти Академики Колесникова Доброго времени Суток Валерий Костянович У вас есть К Закромах Еще что Небудь Отдельный Разговор Вот Отдельный Разговор Почему Вы понимаете Я Дурею Оттого Что у меня Абрикосы Под одним Назвать Вот Фаина Да Второе дерево Фаина Третье дерево Четвертое Они все разные Я говорю Я установил Одну из важнейших Истин Вегетативные Гибриды Штучный товар Они не повторяются Выписывайте у меня Фаину У одного Больше такая У другого Третье Вообще такая А разве Это не интересно Разве На мне надо Обижаться Вот Идем дальше Так Виноградов Один из Главных Наших Вот Как он Мое самооценку Поднял До небес Первые Сотню Этих Сайтов Опубликовал Которые Украли Мои фотографии Сотни Сайтов Со всей Страны Спасибо Алексей Как самооценка Я теперь Главная Звезда Среди Мошенников Я сироней Говорю Но это Факт Так Вячеслав Нет видео Ну надеюсь Получилось Здравствуйте Бухтияров Привет Ну Бухтияров По моему Ни одну Не пропустил Геретичина Добрый Вечер Эльдар Здравствуйте Ирина Алтай Здравия Арсен Кострова Всем привет Учителю Здоровья Терпения Садов Хорошего Рожайного Года Спасибо Артян Наш Человек Хорошо Рядом С моим Братом Живет Как-то На душе Теплее Что Разные Возрасти Разные Поколения Здорово Вячеслав Я один Не вижу Видео Или как Алексей Виноградов На видео Но видимо Это все В начале Было Надеюсь Что все Наладилось Видео Есть Пишет Алексей Виноградов Сергей Александрович Александрович Это по-моему Вы из тех Грамотнейших Специалистов Закончивших Вузы И не один Вот уже память Начинает Подводить А признайтесь Вы из тех Тогда что Вы наших Делаете Среди Садовцев Любителей Вот Простых Людей Так Семен Алтай Село Доброго Времени Александр Выборг Задам Глубые вопросы Совместим Черенков Абрикос С вашими Сенцами Китайских Фил У вас Есть Абрикосы Привитые На Китай Черенки С этих Абрикос Отвечаю Не то чтобы Долго У меня С детской Фотографии Я Гордо Показываю Прекрасные Урожайные Абрикосы С плодами Привитые На Сходу Я их не найду Это надо Специально Искать Сильно Большой Объем Информации Но есть В ней так Были Я эту историю Рассказывал Не было у меня Подвойных Абрикосов Привал Первые Абрикосы Доставал Где угодно Привал На сливы Даже Королевские Пришлось Привать На сливы И пошли Десять Привали Из десяти Привать На утюм Уже умело Хорошо Привали Сюда Потом Девять Одна Умерла На следующий Год Еще Две Умерла Потом Еще Две Умерла Остальные Заплодоносили Потом Еще Год Еще Умерла Потом Еще 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 На десятый Год Умерла Последняя Последняя Слива Нет Последний Абрикос Привитый На сливу Вот Потом Делал Попытки Прививать Наоборот Сливу На абрикос Совершил Ошибку Ну Не хватало Времени Работа На забоде Вот Стройка Дома Ворачивание Сада Я Ткнул И забыл Ткнул И я Упустил Момент Я Все-таки Рискнул Я Привал На Эти Самые На Абрикосы Сливы Сувенир Востока А они Ринклод Они не пошли Прошли Годы И пошли У моего Друга У Чернобаева Который Веса 90-80% Сада Это из моих Сельцев Ой Из моих Черенков В том числе Вот делать Его Нечего Был Он взял Сливы Но уже Не эти Не ринклоды А венгерки Привил На свои Абрикосы Да еще На культур А у нее Теплее Чем у меня На пару Градусов И что Получилось Шикарнейшее С прекрасными Урожаями Венгерки Сливы Привитые На абрикосы Вот вам Информация К размышлению Вот А просто так Натыкать Конечно Не стоит Значит Ну же Что Китайский Вы же Не просто Так Вы же С умыслом Вы написали Сеет Сами Китайских Слив Ой Плохая Заместимость Но это не значит Что не надо Это делать Надо Все равно Привить Сейчас Пойдет Сейчас Будет Развиваться Прожить Может 5 10 15 лет За это время Обзаведетесь Любыми подвоями Моими же Да Александр Вот Но вам Именно Именно Надо Китайские Сливы Потому что У вас Наверняка Выборги Близкие Грунтовые Воды Признайтесь И тогда Вам нужно Что делать Правильно По железному По Наслоению Ментора Вырастить Несколько Поколений Вы можете Стать Первым Лидером Выборги Потом Во всем Северо-Западе Ой Какие Перспективы Если вы У вас Пока Это в голове А может Быть Вы все Это Сделаете На самом Деле Привили Часть Пошло Взяли Черенки Абрикосов И на Другие Китайские Сливы Желательно Родственники Этих Китайских Слив Вот Я это Прошел У меня Позади 40 лет Я На вершине Успеха Мой успех Неоспорим Мой успех Уникален Повторяйте У меня же Абрикосы На абрикосах Сливы На сливах Вам то Надо Что И там Проблемы Чем Дичие Подвоят Чем Культурные Привы Тем Хуже Совместимость И тут Проблемы Несколько Коленей Вырастил Устранил А у вас Еще Сложнее У вас Разновидовая Прививки Что вам Надо Повторить То же Что я Готовы Давайте Делайте Почему Китайские Сливы Лучше Они себя чувствуют У вас Чем Абрикосы Помните Письмо Вообще Абрикосов Нет Полно На всех Рынках На всех Этих А в садах Ни одного Это не я Написал Это один Из вас Написал Нету Абрикосов В целом Регионе Так В общем Вы поняли Эта работа Специальная И рассчитана Только на таких же Ненормальных Как я сам Присоединяйтесь Говорят Поодиночке Сходят Со мной Если нас будет Двое Значит Мы уже Не сумасшедшие Михаил Свинин Всем привет Так Ну-ка Ну-ка Вот это Новичок Явно Михаил Явно Добрый вечер Я хочу Купить Садоводство Тайны Плодовых Деревья А Ну понятно Итак Сейчас у меня Бывали книг Две На всякий случай Говорю про вторую Перед этим Была Это самое Записка Зачарованная Сибирского Садовода О котором Вы упомянули Тайны Плодовых Деревья Вот Садоводство Для избранных Тайны Плодовых Деревья Это последняя Книга И та И та Стоит Полторы Тысячи Можно буквально За пять минут Есть же рекорд Три минуты То есть Я тут же Объявляю Полторы тысячи Стоит У меня телефон Привязан К карте Сбербанка Вот От вас Полторы тысячи Телефон 8 960 7776 8672 Значит От вас Адрес Телефон И Значит Адрес Телефон По мере Имя Отчества Вот И На другой День Уже Отправляю Подписываю Это Как называется Этот самый Автограф И отправляю Видите Как просто Так Проще И не бывает Сейчас Время Такое Техника Далеко Пошла Так Ирина Дубровина Сегодня Получила Посылку Книга Замечательная Вы знаете Мировой Рекорд Я считаю Проданы Были 10 тысяч Книг Совместные Это было Давно 10-11 лет Назад С Кордевым Ни одного Замечания Что что-то Там не так Что Кто-то Зря Деньги Выкинул Зря Время Потерял Читая Не было Этого И так же Было Со второй Книгой Сибирский Сад Сотворение Чудо Своими Руками Вот Но теперь И первая И вторая Вот эти Они остались В электронном Виде Ну это Всего Тысяча Рублей Ну господи Это Две Бутылки Водки И то Отравленной Вот Дальше Значит И две Последние Книги Есть Бумажная Предпоследняя С записки Зачаран Садовода Есть Электронная Бумажная А последняя Которая Вот Хочет Купить У меня Значит Михаил Садоводство Тайны Плодовых Деревьев Садоводство Для избранных Она только Бумажная И никогда Электронной Не будет Так Поэтому Инна Дубровина Книга Замечательная Вы Очередная Случай Когда восхищаются И до сих пор Никто Ни один Не сказал Ни одного Плохого слова Про все Четыре книги Ирина Алтай Работала В мелиорации В Псковской области Видела Очень много Брошенных Домов Садов Бескот Ее Видела Столько Прекрасной Ябленности С зубительным Вкусом Особенно В Пыталовском Районе Рядом Болото С Клюкой Вот бы Сейчас Оттуда Черенков Организуйте Черенков Всех Яблони Набрать Не меняйте Плес Текст А я не понял Что такое Не меняйте Пожалуйста Текст Так Ладно Ну что Хорошее Наблюдение Спасибо У нас Когда-нибудь Когда Я надеюсь Начнутся Те от кого Зависит Министр Высшего Образования И науки Высшего Образования То есть Командир Над этими Университетами Институтами Академиями Командир И когда-то Каждому студенту Новичку Первый курс Будет Вручено Много не надо Одна, две сотки Это там Где земли мало Набрали Пять соток В Сибири Десять соток И пусть растит Пусть, пусть, пусть И никакого Диплома Пока не вырастет Хватит Заниматься И это И эти Пустые знания Никому не нужны Попробуйте Любому выпускнику Диплома Кроме двух Моих учениц Две студентки Прошли практику Савинич И Матвеева Юля Обе Прократно себя чувствуют Одна Саженцы Те же выращивают Мои саженцы Мои сорта Вот Другая Это вообще Далеко прошла Уже книга На днях вышла Вот Скоро будет Кандидат наук Очень скоро Ну а дальше Если стране Нужна Настоящая ученая Она далеко Пройдет Но дело в том Что Получается Так что Эти студенты Которые Дадут каждому По сотке По две По три Они пойдут И искать Скажут А вот У нас Столько информации Оказывается В Путаловском районе Рядом с болотом Казалось бы Что там Яблоням делать А там Сады без хозяев А там Прекрасные яблони Вот там И будете Простись И не только там Но и там тоже Когда-то Это должно стать Истинной последней инстанцией Сколько можно Давать эти бумажки Диплом выпускника Я же вам рассказывал Выпускницы Эти мировщики Это же Что такое Это недоразумение Вот Два кандидата наук Царствовали На этом На канале Это самый На канале На канале Бобер Надо же деньги зарабатывать Берет Обкапывает Взрослую яблонь Не помню Яблонь ничего Выкапывает яму Оголяет Центральные корни И говорит В июле месяце Говорит Сейчас мы Три месяца Будем закалять Подчеркиваю В июле И три месяца Будет стоять И только зимой Перед зимой Мы их закопаем И корни будут Вот эти Оголенные корни Будут закаленные А им же надо было Эти полчаса Чем-то занять И они этой дурью Маялись Маялись А ведь люди же Возьмут лопату И начнёт Это в июле Выкапывать Корницы Вот эти Толстые Вокруг стамба Которые Оголять Ведь это же Придумать Такое Ну Чем их диплом Отличается От диплома Купленного Перехода Станции Метро Пушкинская Чем Я когда-то Это самое Ведь Эту Я не знаю Может сейчас Уже запретили Торговать Я последний раз Был в Москве Вот Я был Ездили мы Это И ну Тоже Метро Стоит Торгует Этими Самыми Дипломами И уже Сколько Ругали Сколько Говорили Что Куда Смотрят Там Нелис Торгуют Спокойно Дипломами Поддельными Чего Годных КГБ Пожалуйста Дипломы То есть В Тимиряцевке Пожалуйста Торгуют А потом Думаешь Что за наука Это такая Если В Тимиряцевке Диплом Не отличается От диплома Купленного В этом По По Имеется Ввиду По Знания Идем Дальше Я Из-за Того Что У меня Давление Из-за Долматого Валеры Сейчас Не могу По-другому С меня Это Злость Выходит Из-за Того Что Он Умирает Мы Ничем Помочь Не можем Я боюсь Что Такие Люди Никому Не нужны Талантливый Чем Ужик Когда Красная Книга Будет Для Таких Которого Теряем Так Винограда А тут Никто Текст Нет Не Может Объясни Винограду Ну Не Может Тогда Кто Изменил Концовку Спрашивает Ирина Алтай Винограду Пишет Вы Ирина Алтай Спасибо Мы Не пили Ну В общем Начинается Склохо Зря Все Это Зря 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 Валера Константинов Мы Все Ромой Любим Ценим Уважаем За все Уроки Которые Вы Нам Дали Кому Что Не Нравится Пусть Другой Вместе Об Сула Пшу Слушают Спасибо Арсен Кострова Зависники Злопыхатели Эти Все Гениев Спасибо Пусть Собаки Лает Караван Идет Я Вот Научился Стало Получаться Жаль Времени Упущенного Когда Разных Блог Керов Слушал Привать Обрезать Учился У них Теперь Терапусь Вырочить Полнофельский Сегодня Мне Второй раз Подряд Звонила В Финляндии Людмила Одна из моих Учениц Врач Сад Уже Нормальный Сад И я Говорю Прям Подключитесь К вебинару Просто Позвоните Мне Из Финляндии Вот Ну Она Будет Слушать Записи Ну Будет Следующий Вебинар Потому Что Она Мне Так Поддерживает Ну Замечательно Она Говорит Там Русские Финны Уже Все На Моей Стороне Вот Не Она Одна Так Ирина Дубровина Слушаю Валерия Коцинь Столько Ошибок Будет Чуть Читать Сделан Насмотревших Сладко Голосых Блогеров А вы Чу Загубила Абрикос И персики Гриб Ой А Елена Ильичикин А сколько Я загубила Терна Он Не Убиваем Ну И вот Солсох Хорошо Владимир Порсель Пошла А так Сюда Бывает Все Уходит Порсель Хорошо Вас Услышал Теперь Ни одну Ветку Не Друг Нет И Железов Мне Уже Вот эти Достали Тережки Железов Сам Учит Никого Не Не Смей Тережки А сам Режет И Опять Будем Перед Весной Опять Очередной Вебинар А вот Режем При Пересадке Уменьшаем Объем Кроны Санитарная Обрезка По железу По железу То есть Не как там На кольцо А потом Значит Обрезка На омоложение Кроны А где-то Надо Подправить Крону Потому что Привитая Ветка Она Не сенец Она не будет Расти Вот так Как вам Хотелось Быть Со штамбиком Готовым По природе Положен Штамбик Непривитым А эти Как их Назвать Берут И режут Потому что Вот Вот Обязан Почтам А вот Почка Боковой Ветки Мы Привращаем Дерево Добывает Десятиметровое И выше Далее Шанс Она растет Но растет Кривовато Горбато Где-то Можно Подправить Но Сами понимаете Ранняя весна Первый год Давайте Про это Потом Отдельно Поговорим А то Железом Запрещают Вежать Ну Надо же Не ворвать Из контекста Мои фразы Так Теперь У меня Есть куча Глины Можно ли Посадить Я не понимаю Так Что такое Куча Глины Если У вас Вещи Сейчас И без Глины Зачем Садить А где-то Есть куча Отдельно Зачем На нее Садить Наоборот Нельзя Добрый вечер Тимур 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 Вот И вы Знаете Потому что Началось Это Давно Вот Часто Это Знаете И Многие Меня Знают Лично Так Теперь Вы Спросили Как Собирать Еще Раз Мой Телефон Привязанный В Карте Сбербанка 8 960 776 86 72 Прошу 100 рублей Будем Брать Количество Потому что Среди Нас Нет Богатых Среди Я точно Знаю Среди Нас Нет Олигархов Никто Не Выложит 5 10 20 Тысяч Вот Кончились Эти Времена 100 Рублей Ну Пусть Это Будет 100 Человек Уже Поможем Пусть Это Будет 200 Человек Это Будет 20 Тысяч Уже Поможем Так Спасибо Что Елена Напомнили Эту Тему Собирать На Мой Телефон 8 960 776 8672 Не на Сам Телефон Он Привязан К Карте Сбербанка Так Нельзя Было Делать Операцию Опять Изменился Текст Так Ладно Я Я Не Понимаю Вот Это Пропускаю Гречихина Да Рак Любит Кислород Но Мы Сейчас Не Специалисты Наша Задача Помочь Вот Светлана Светлана К К Светлана Напишите Текстом Сейчас Я Попробую Введите Вот Сюда Я Первый Раз В жизни Напишу Может Быть 8 Я Надеюсь Дойдет 960 700 Это Если Хотите Мы Очищаем Свою Душу Можно И Сделать Реш У нас Не Касается А Придет Время Может Оказаться К Следующей Полном Одиночестве Вот Это Есть Тот Самый Телефон Который Привязан К Сбербанка Записался Я Никогда Этого Не Делал Я Писал 8 А тут Получилось 7 Но Это Мне Не Касается Так Надо Так Сейчас Считаем Дальше Всего Так Чай 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 Всем Доброго Времени Суток Валерий Косинович Какая Температура Должна Быть Чтобы Абрикос Ушел Взиму Это Какой Температура Выдержать Чтобы Не Замерзнуть Оксана Гражданка Кулакова Я Где-то Этот вопрос Уже Видел И По-моему Я Отвечал Скорее Все Он Был У меня В гостевой Нет Никаких Цифер Значит Каждый Год Температура Пишем Как Назло После Сверх Теплой Зимы Сверх Холодная После Мокрого Осени Сухая В Одом Случай Все Успела Уснуть А Минус Сорок Нипочем В другом Случай Зима Началась Морозы Ударили А на Листьях Еще Висят Листья Не сбросила Там Минус 30 Замерзит Нет Таких Цифр И нет Таких Я Уже Отвечал По-моему А может Быть Вопрос Повторился Может Кому-то Другому Так Отвечал Нет Никаких Критериев Все Что У меня Растет Вот У вас Будет Жить Но Надо Добиться Того Чтобы Не Был Искалечен Почва Не Перекопана Значит Посадка Желательно Без Пересадки На Постоянном Месяце Начинать Из Косочек Посадил И все Вот тогда И Минус 40 Нипочем Что Такое И Не все Сказал Вы Меня Завили Теперь Слушайте Что Такое Привитые Это О Непривитых Вот У всех Королевские Эти самые Баи Там Академики Еще Не замерзли Минус 46 Видели А то Могут Замерзнуть Если Плохо Подготовиться Так Я Гарантий Никакой Нет И Вот Получается Следующее Это Мы Говорили О Непривитых Даже Роскошных А Они Живые А Берем Привитые Дело В том Что Мы Прививаем На Специальные Подвое Они Могут Быть Любые Но У меня Они Специальные Это Дальний Восток И Сибирь Сибирь Это Что Не Сибирь Уссурийская Груша С Огромных Старых Деревьев Которым По 50 Лет Я Собирал Я Нашел Это Чудо Вот Кто Ищет Он Найдет Это Фактически Это Уже Сибиряки Ну Дальневосточники Тире Сибиряки Вот Китайские Сливы Они В Сибири Уже Это Самое Минимум 50 Лет А может Уже Все 100 Раз Это Мазурские Абрикосы Моему 40 лет А вот Он Не Первый Сюда Попал И Вот На них На этих Подвоях Они Не Просто Выжили Они Привыкли Они Уж На что Дикие Сам Черт Не Берет А Они Приняли Местный Климат А Теперь Мы На них Привили Я Привозил С Украины Мне С Украины Жердель Привез Которая Это Жердель Северсовская Область Нихрена Эту Самую Пятвелик Привез Вот Эти Тоже Не Замерзли Почему Подвой Нивелирует Качество То есть Уже Получается Привой Не Вот Пусть Они Мельче Получились На Украине Я Рассказывал Что В эту Банку Не Лазили Да Вот Плоды Пусть Мельче Получились Но Кто Сделал Мельче Подвой Они Стали Гибридные Вегетативные Гибридные Которые Якобы На свете Не Существует Они Вот Они У меня Висят Вот Смотрите Официальный Сайт Внимание Официальный Сайт Официальный Сайт Вот Вся Эта Роскошь Это Благодаря Погоям Тем Самым Я Перечислил Ну Еще Можно Вишню Добавить Там Вот На Которые Плевают Черешню Вот Все И Они Нивелируют Как Они Тогда И У них Срок Созревания Короче Понимаете Подвой Повлиял Вот И Корни Влияют И Морозостойкость Повыше И Прочее 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 Поняли Да Вот Так Я Смог Ответить На Ваш Вопрос Теперь Вы Вернуться Стоит Выйти Потом Крена Брата Могу В Который Раз А Вот Вебинар Поняли Да И Получается Что Вот Ваши Вопрос До До Какой Температуры Выдержит В Одном Случае До Минус 50 В Другом Случа Ну До 40 Точно Но Надо Чтобы Абрикос Ушел В Зиму Подготовленный Вот Такой Длинный А Я Не могу Короче Так Ирина Дубровина Кора Осины Пить И Пить Алматову Плюс Ключение Ой Знаете Хорошо Ложка К Обеду Валерий Костинович А чат Телефоны Напишите Которому Карта И какой Банк Бирбанк Да Бирбанк Телефон Вот он Внизу Вот он А куда он делся А вот он Вот он Кто-то выделил Синим 966 676 672 Так Дальше Идем Кричихина А она тоже Написала Мой телефон Лена Спасибо Лишь им не бывает Валерий Костинович Расскажите О книге Савинич Подробнее Понятия Не имею Для меня Это сюрприз Вот Одно Она сказала Что я там Многократно Ссылаюсь На своего Как она Меня Я ее зовут Дочкой Она у меня Папой Вот Ну и правильно Я это заслужил Для меня Это знак доверия Если меня папой зовут Вот Принято время Ознакомимся Так Виктор Валерий Костинович Поясните Тонкости Прививки Чередков Обычной Толщины Но достаточно Толстой По твоим Врачам Ведь у них Толщина Коры Разная Спасибо Да Толщина Коры Разная Да Есть такие Хитрости Вот Только давайте Так Это Вебинар Не последний Мы говорим Уже Два с полной Часа Вот Меня больше Удивляет Что участников Меньше Не становится Обычно Народ Начинает Это Переключаться Ну это действительно Долго Давайте Это сделаем Так Где-то Пора Да Наверное Это А давайте Следующий Вебинар В следующей неделе Хотя Много Такого Знаете То что я Называю Горячие Пирожки Давайте Посвятим Хотя бы Час Именно Этому И там Я свои Хитрости Раскрою Хорошо Ну как Раскрою Ничего Хитрого Нет Я когда Вот буквально Пару слов Первые 10 Прививок Сделал У меня не было Никаких этих Прививочных Лент Ничего не было Я взял Тряпкой Обмотал У меня из 10 Привек Все 10 Пошли Первый год Второй год Я оборзел А Я замазывал Я думаю Не буду замазывать Торцы Не замазывал Вот Из 10 10 Получил мертвых Потом Только на 3-й год Ну 1-й год Понятно Пуск завода Мы там Дневаре ночевали Вот Но с 3-го года Я вам помнил Так Что А мне не надо Было учиться Это настолько Естественно Караскорой Камбис камбис Ну и все А вас я все-таки Поучу Почему Потому что Вот эти тонкости Привод как можно ниже Ветку срезать Но взять Самый нижний фрагмент Это основа основ А потом Валерий Константинович Учит В земле А я Приваю на 30 сантиметров Выше Вот Посмотрите Какие у меня Прекрасные саранцы А что должна Делать наука Она должна Взять 100 деревьев Желательно моих То есть Этих 100 и 100 Вырастить Один Привить на высоте Как железо Говорит Все одинаково Все эти Это Это важный момент Ребята Это я Ну я может последний Кто знает Когда я последний раз Пойду на смесь 100 сеянцева От железова И 100 сеянцева Тоже от железова Но если первое Привить Именно Ну как сказать Черенками Взятыми С одного И того же Дерево Чтобы все было Одинаково Но в одном случае У земли По железу Другому Как тот товарищ Который так Снисходительно Похлопал По плечу Вот И сказал На 30 сантиметров Надо Цифра 30 Уже вбитым Головом Ногим Привать на 30 Кто-то Когда-то Ляпнул И пошло И вот Это 100 По железу И 100 На высоте 30 сантиметров И ничего не делать Ждать Ждать Год Два Пять И наконец Сказать Как правильно Может не по железову Но железов сделал 30 тысяч Выросился Где-то 40 тысяч Не меньше Сделал Привек Ну наверное Что-то увидел За 40 тысяч Я тоже Привал Ниже Выше Все Пойдем дальше Так Вот Иван Уже Пересыл Деньги Так Спасибо Иван Наш Чех Так Теперь В общем Так Виктор Следующее Про прививки Все Поймали Меня за язык Так Оксана Кулакова В чате Ватсап Ответили Что Обсудим На вебинаре Что-то Это там Не было Но все равно Так По заветчику Десять Прививочный Нож Хороший Значит Ребята Это Очень Сложный Вопрос Потому что Верить В одном Случае В общем 10 человек Закажут Прививочные Ножи И будет Написано Прививочные Половина Будет Точная Окулировочная И красивая Пяточка Будет Но будет Заточена На две стороны И вы Замучаетесь Вам придется Выбирать Чтобы спасти Эти несколько тысяч Которые стоят Верить А импортных Нас разусили сделать Так вот А импортные стоят 2, 3, 4, 5, 10 тысяч Особенно немецкие Самые дорогие Если не подделки И вот тогда Вы увидите Что у вас У нас заточены Две стороны И вы пойдете А за хорошие деньги Отдадите токарю И скажете Переточи Сталь-то там Обычно Сильнейшая Твердая Вот И он заточит На одну сторону Что-то из этого Получится Но это опять Возня Опять А лучше бы Сразу настоящий нож Сейчас я вам покажу Это лучшее Что я Испробовал Десяток нож Это лучшее Что я держу Вот Вот он Специально Для вебинаров Держу Вот он Красавец И уже появились Подделки Под него Я не говорю Что они хуже Может такого же качества Это не нож Это сказка Вот Фирма Сейлинген Вот Сейлинген Ну Когда будет вебинар Наверное Я Этой фотографии Подробную С ножами Покажу Дальше Значит Пойдем А А где же Взять Значит Сыроватка Мой Друг Мой земляк Значит Талантливый Слесарь Я его механиком Назвал Он обиделся Механик Это высшее качество Так было Все Стоь сотни лет Механик Вот Так вот Он почему-то Решил Что он не механик Ну Не понял Что я вложил сюда Смысл Выдающийся Выдающийся Слесарь Это механик Дальше Объясняю Здесь Вот Вот в этом месте Вот здесь Вот В моем каталоге Есть Ну вы сами Напросили Я же не виноват Вот Об этом будет Еще разговор Но нож Это Сегодня Закончился Предпоследний нож Его А сегодня Понедельник Так Я выслал Предпоследний А Четвертый Привезет еще У меня есть Один нож Один Вот Его Но только для левшей Он самый последний Его никто не купил Я всегда удивляюсь Ребята Нож Для прививки У нас Левшей Очень много Есть левши Открытые Есть левши Скрытые Или Те которые Двумя руками Могут работать Так Как тот Дартанин Этот самый Атос Друг Дартанин Я говорю Одинаково Двумя шпагами В левой и правой руке Так и тут Но Получается Что Если у меня В течении полугода Единственный Нож Для левшей Никто не купил Это значит Что среди левшей Двумя шпагами Садоводов нет Вот это Обычные Для правши Вот Это рекламные Пожалуйста Ну и Перевести Ножей Делается Долго Это Такая работа Ребята Это Такая работа Вот Мне бы сказали Давай так Или Застрелим Или Берется Этот самый Станок Делай Делай Хороший Бит Растений Абрикос Цивилизации Джудзени Их потом Ну понятно Кто Дикие племена Их уничтожили Ну так принято Вот Потому что Дикие племена Всегда Более Более Не такие Культурное племя Рано или поздно Уничтожается Это я говорю Что Это Западная Европа Будет уничтожена Я не шучу Они еще не поняли Сколько им осталось Жить Однажды поступит Команда Резать А они Совершенно Разучились Защищаться У них мужики Это самое Только что Уже на юбке Переходят Вот Понимаете Вот это будет А Джудзени Это так же была Высокая цивилизация У них были Прекрасные Плоды Абрикосовые Вот такие же Как сейчас у меня Вот Не хуже Вот Потом Их же Дикие племена Монголоидные Уничтожили И это все Перешло В разряд Диких садов Вот Это одна версия Вторая версия Именно в Армении А там ходили А есть еще Теньшань Теньшаньские горы Вот Есть еще Это самое Закарпатти А как оно было Очень важную роль Играли Именно сушеные Абрикосы Это как их зовут Урюк Не помню Вот Никогда Я не занимался Меня спрашивают У вас получается Сушеные Я понятия не имею Из моих Ну не знаю Не до этого А здесь Получалось Что их Сушили Набивали Ими Запречные Мешки Вот Брали в руки Оружие И пошли Покорять Соседние государства Высочайшие Лекарственные Свойства И Высочайшие Энергетические Свойства То есть Съел Сушеный Этот Урюк Ну вот Брать Борис Как Сушеный Абрикос И прошел Лишься Сто километров С нагрузкой 50 килограмм За плечами Вот Что такое Было Но они Их везде По пути Выплевывали 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 И туда Получилось Это Это уже Дальше Мои догадки Дальше Получился Абрикосовый Пояс От самого Дальнего Востока От Маньчжурских Гор Стихотаринских Гор От Джорджини До Карпат Украина Или наоборот Отсюда Туда Ну там Канада Это потом И вот Это Вот Пояс Основ Пошло Куда И вверх Горы Чем в общем городе Абрикос Стался мельче И уже есть Абрикос Который Теперь Называется Сибирский А он Кустарник То есть Он совсем Одичал А он Кустарник И тут же В низинах Заметьте В низинах Где казалось бы Сыро Есть вот Такие Вот Абрикосы Два Обхвата По 100 И с лишним лет Спасибо Я знаю Все это Благодаря Бродскому Царство Тебя небесное Юрий Васильевич Вот Гигантские Абрикосы С гигантскими Вырожаями В низинах Все это Расплодилось Потом Где можно Зацепился Где можно Зацепился 10 100 Сгнило А 101 Почему Это не сгнил А я Остался В низине Жить И теперь Получается Что Когда У меня Мои косточки У меня Сейчас От 100 До 200 Тысяч Я их Не считал Никогда Сейчас Ее минуту Да Вот Они Все Гибридные У них Перемешаны Свойства И от Джорджини И с Украины Вспомните Я Хватался Жердерями Это Сверхотского Правильно И Это Самое Прислали Мне Дар Небес Абрикос С Волги Где Он Настоящая Родина А хрен Знать Дальше Мне Этот Самый С С С С С С Королевский И Вы Когда Видели Скажите Что Он Некает Ой Не Буду А то Вам Плохо Станет Если Я Опять Вот Сюда Посажу Вот Сюда Вопрос Станет Плохо Вот Так Вот Возвращаюсь Чтобы Не Видели А то Пробежите За Волю Дол Так Вот Опять Не Туда Извиняюсь Вот Так Всегда Вот Всегда Вот Вернулся Назад И Тогда Получается Что У них Качество На Сыглавное Качество Морозостойкость И Два Главных Качества И Сопротивление Выпреванию Только Количество Поняли Да Так Народом Мече Не Становится А Я Могу до Утро Мы Когда Там В 11 Начинали С этим С Антоном Валерьевичем Весера У меня В 11 Начинали Вот И Закачивали Ничего Живой И Я Посмотрю Что Там Был За вопрос Может В В Тор Ушел Так 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 А Про Глину Так Вот Везде Абрикос Где Была Глина Он Отказывался Абрикос Очень Бедная Почья Чем Бене Тем Лучше У меня Допустим Усясток Это Суглинок Рядом Где Наши участки Красный Хутор Это Бывший Распаханный Распаханный Как Это Бывший Сосновый Лес Который Был Полностью Изведен Дальше Таига Таига Эти Сосны А тут Сосны Нету Их Заменили Абрикос И они Пришлись Я вижу Что Пою Я не Лезу Учебник Я вижу Что Пою Именно Супесь Прекрасное Место Для Абрикос А Я Был Еще Раз По Приглашению Мараховской Я Провел Две Ночевал На Ее Даче Я Обошел Весь Гигантский Массив Я Впитывал В себя Все Я Нашел На Сотнях Участков Один Абрикос Больной Несчастный Вот Время Было Как Раз Конец Июля И Три Читает Плодиков Я Попробовал Если Нельзя И Это Все Так Вот Вся Земля Весь Массив По Недоразумению Вырос Дома Участки На чистой Глине И дожди Дожди Почти каждый день И я иду По участку Вроде бы Есть трава Но нога Проваливается В глину И чапкает И все Что удалось В Мараховской Вырасти Вишни Ну Вишни Сливы Алычу Вот это Она вырастила Есть фотографии И соседи Так же И больше Ни хрена Яблони Груши Тоже Росли Но Яблони Груши Нет Груши Почти не было Это я Видел их В этом Тибирянском саду Это бедные Несчастые Груши Искалеченные Этими же Этими же Людьми Нам Искалеченные А яблони Тебе просто Покрыты Так Польшой Некоторые До верхушек Вот представляете Зеленые 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 Там В них Коры нет Вообще Зеленые Все Вот Вот это Было И это Все На глине Вот так Я ответил Как мог Но я Не этот Преподаватель Он вам Сейчас Десять Бо Этих Самых Часов Рассказывал Как правильно Прививать Так Идем Дальше В общем Глиняная Почва Ее Только Можно Обмануть Еще раз Сверху Насыпаем Холм Чем Глинистее Почва Тем Больше Холм Пологи Но Десколько Кубов Нормальной Земли Садите В этот Холм Приживется А дальше Он с Глиной Справится Он ее Переработает Все Идем Дальше Елизавета Вам Придется Завести Землю Например Накопать На брошенных Огородах Я люблю Слов Правильно Семен Вот Видите Молимся Здравии Раба Божья Валерия Долматова Спасибо Александр Вот Да Молимся Согласны За За Раба Божьего И И И И Вам Спасибо Я хочу Наш Правша Закажите Заказывать Не надо Я Когда Сегодня Ему Позвонил Сказал Вот Я Тебе Деньги Высылаю За Нож Единственное Что Он Против Скидок Но Это Его Право Вот Наши Сильно Штучные Изделия Значит Я Сказал Когда Будет Следующая Партия Он Сказал Четверг Значит Через Два Дня На Третий Так что Смело Можете Заказывать Оплачивать Все равно Высылай Только я Один Он Из Другого Мира Он Никогда Ни Одного Не Высыл Высылать Не Будет Вот Александр Тоже Захотел Сказать Правша Он Обещал Мне Ножи Привезти Четверг Заказывайте Слушайте Неужели Мы Закончили А Я Только Разговорился На Третьем Часу Так Друзья Ну Что Я Скажу Я Сейчас Боюсь Смотреть Там Где Переводы Просто Боюсь Смотреть Вот Я Вообще Сегодня Смотреть Туда Не Буду Завтра Посмотрю Вот Свяжусь С Ольгой Скажу Оля Вот столько Денег Это Добавлю От себя Вот Скажу Вот Деньги Давай Если Он Лежит Пластом А ты Уже Там С ним Заказывай Обезболивающие Вот Ну Что Мы Можем Было Быто Рядом Ну Что Рядом В соседнем Подъезде Умирал Мой лучший Друг Постоянногорский Вот Рак Желудка Несколько Месяц Только Поплакался Когда Пришел Померил Мой рамками Сто Процентов Жил Прямо На этой Гипотогенной Зоне Его Жена Свидетель Перетащили Мы его Переставили Этот А что Толку Он Лежачий Был Вот На Моих Глазах Умирал И Ничего Не Мог Сделать Я могу Только Все так же Только Узнаю Про это Я сразу Высылаю Косточки Абрикоса Скажи Брат Не дай Сомрать И Не только Высылал На Дальний Восток Высылал На Алтай В Москву Высылал И Главное Все говорят Легче Стало В Москву Дважды Вроде бы Одного Поднять Удалось Вообще Спасти Афиногенова Вячеслава Я же говорю О живых Людях Я ничего Не выдумываю Вот Ну и Валерий Долматов Выслал Срочно 500 Косточек Перед этим Выслал А это Уже Так Вачья Ничего Выслал Ешь 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 Вдруг Хоть Легче Может Станет Все Друзья Я Высказался Через неделю Встретимся Поговорим Вот А сейчас Надо заканчивать До свидания Есть еще Способ Поддержки Не только Меня А тех Кого я Поддерживаю Вот Заказывайте Семена Заказывайте Семенки Я Я Все Равно Не Коплю И Себе Не Оставляю Вот Это Тоже Помощь Взять А Заказать Семена Заказать Черенки Это Помощь Книгу Заказать Это Помощь Я Большое 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 Вот Инна Дубровина Да Ход Ски Лечат Благодарю Ну Подождем Хотел Отключаться А тут Она еще Что-то Пишет У меня Всего 6-7 Пример Все Положительные Вот Черенки Это Надо Сперва Подвой Так Заказывайте Подвой Обижайте Первый этап Подвой Второй этап Черенки Все Друзья Отключаюсь Вот Отключаюсь До свидания Еще Позвоню Знакомому Вот Человеку Которым Я дружу Вот Непростой Священник Отец Евгений Настоятель Нашей церкви В Савиногорской Вот Попрошу Какую-нибудь Особую Молитву Оплачу Но попрошу Особую Молитву Вот Ну хоть что-то Хоть чем-то Помочь До свидания Молитву Молитву Молитву